Легкие В 13 веке Чингисхан, монгольский забоеватель, объединил свои империи земли от Китая до Европы. При вторжении в Западный Китай он был разбит местной кавалерией. Китайские всадники и их лошади были значительно сильнее, чем его войско. Полководцу было трудно понять причину поражения. Позднее он выяснил тайну силы и выносливости китайских воинов. Она заключалась в растении под названием кардицепс. Кардицепс произрастает в высокогорье Тибета и в провинции Циньхай на высоте 3,5 тысяч метров над уровнем моря. Кардицепс в виде кокона обитает под землей зимой, его ворсинки могут двигаться. В летний период ворсинки появляются из земли и кардицепс всецело превращается в растение. С наступлением лета аскоспора появляется в виде бутоноподобной почки, проникает в тело сапрофита и начинает там свою новую жизнь. Оплодотворенная личинка зарывается в землю. Зимой на свет появляется мягкотелый живой организм, который разрушается изнутри личинкой. Однако его роговая оболочка остается невредимой. Вегетационный период кардицепса 7 лет. В период двухлетнего развития под землей он способен выдержать голод, мороз и недостаток кислорода. В его теле накапливается множество питательных веществ и биологических компонентов, присущих растениям высокогорья. Кардицепс это традиционное лечебное средство, наряду с женьшинем, пантами оленя, является самым хорошим тонизирующим средством. Он прекрасно укрепляет здоровье, применяется как лечебное и профилактическое средство уже более 1200 лет. Много веков подряд китайцы воспринимают кардицепс как нечто божественное. Они превратили его в талисман, который приносит удачу. В древних китайских книгах описаны случаи избавления от множества неизлечимых недугов с помощью кардицепса. Однако кардицепс это редкое дорогостоящее вещество и долгое время им могла пользоваться только императорская знать. Поэтому кардицепс как лечебное средство в Китае известно уже более 2000 лет, а на Западе о нем узнали недавно. Функции кардицепса Активизирует работу легких, повышает иммунитет, увеличивает объем подачи крови к сердцу и легким, оказывает прекрасное тонизирующее действие, обладает противовоспалительными свойствами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова